2 декабря в Новом Уренгое стартовал 7-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills». Шестеро ребят собрались в третьей школе, чтобы продемонстрировать свои навыки в работе с беспилотниками. Что из этого получилось, покажем в сюжете. Готов будешь? Скажешь, готов. Готов? Время. За специальными очками для полётов скрывается сосредоточенный взгляд конкурсанта, управляющего квадрокоптером. На площадке проверяют беспилотники, собранные руками школьников. Юным конструкторам по 14-16 лет. В чемпионате соревнутся шестеро ребят из гимназии, третий, четвёртый и восьмой школ. Также побороться за победу приехал один участник из села Ныда. Дети здесь учатся собрать, настроить, запрограммировать, запаять, заставить этот аппарат работать. То есть он состоит из запчастей, не спаянных. Ребёнку нужно уметь запаять, собрать всё по схеме, не перепутать плюс-минусом, образно говоря, и не испортить собственное оборудование. Эксплуатация беспилотных авиационных систем – направление достаточно новое. На Ямале оно появилось год назад и сразу же полюбилось юным программистам. Эта профессия уже существует, потому что беспилотные аппараты, в том числе квадрокоптеры, они уже эксплуатируются. То есть дети после осваивания, даже, допустим, кто-то выиграет конкурс, это плюс большие трудоустройства. Профессия уже нужная, обследование зданий, обследование нефтепроводов, всего что угодно, там не требуется присутствия человека. Участие в чемпионате может помочь школьникам даже раньше трудоустройства, при поступлении. Если они не остановятся на достигнутом и продолжат изучать это направление не как хобби, а как нечто большее. Таких увлеченных можно разглядеть даже невооруженным взглядом. Самым первым на этапе с полосой препятствия отстрелялся Илья Баклан. Парень не скрывает, что достойные соперники на ринге у него есть, однако этот факт только прибавляет ему желание победить. Моцы меня зашкаливают, радостные исключительно, потому что вчера у меня не все хорошо получилось. Были сложности с пайкой, был плохой флюс, но я накосячил. Также надо было написать программу и внести ее на бортовой компьютер разбили. С этим тоже были трудности. Я надеюсь занять призовые места. 6 декабря эксперты подведут итоги трехдневного чемпионата. Участник, набравший наибольшее количество баллов, отправится на отборочный тур. А если там ему улыбнется удача, то счастливчик поедет представлять Ямал уже на всероссийском уровне. Вероника Сомошкина, Феликс Россихин, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24.